Устал от однообразия, а твои скины больше не радуют глаз? Лутфарм — это решение всех твоих проблем. Обменивай свои вещи на то, что ты хочешь, а продуманная система баланса не даст потерять ни копейки. Каждый обмен — это шанс получить до 5% бонусом на твой счёт. Лутфарм — получи то, чего хочешь. ОПФКУ. Здравствуйте. Что это такое? Что это такое? Рафан ебалов. Короче, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вы никогда не задумывались, почему слово здравствуйте произносится как здравствуйте, когда оно пишется как здравствуйте. И собственно смысл этого слова здравствовать. Здравствуйте. Но всегда все произносят здравствуйте. Что значит здравствовать, если нужно здравствовать. Так, проверю поток. Ура, нет потерь кадров. Проверю твич. Ура, запустилось. Какую-то хуйню спамят. А короче сделаю пример на этой мрази. Я его сейчас запермобаню. Ну и он пытается меня забанить, поэтому я его запермобаню. Как бы нет выбора. Если кто-то разбанит этого подписчика, сниму модерку. Нужно делать пример на этих мразях, как бы нет выбора. Потому что они меня пытаются забанить, поэтому я должен их забанить. Чё ты за хуйня вообще? Что это такое? Я не могу понять, на что это похоже. Кстати, где модер в натуре? Что это? Что это такое? Что это такое? Папич? Реклама стирального порошка и аниме. Отсылки в локализации артефакта. Не понял. Окей, го смотреть. Папич. Реклама стирального порошка и аниме. Отсылки в локализации артефакта. Playartefact.ru Русскоязычная локализация артефакт не была радушно принята игроками. Главная претензия сообщества заключается в переводе имен героя. Впрочем, это проблема не только русской локализации. У носителей других языков такие же причины для недовольства. Дотера настолько привыкли к тинкеру и тайтхантер, что русскоязычная адаптация вызывает смешанные чувства. От смеха до создания трэдов на реддите, используя специальные модификации файлов игры. Так ладно, не буду читать вслух. Го поищем. Где тут про меня? Для адаптации на русский язык переводчики находили мемозаменители. 8 примеров того, как англоязычные рофлы были заменены на понятные русскоязычному пользователю шутки. Еще одна отсылка, которую по-моему практически любой дотер. В далеком 2045 году, когда игры Arthesa стоили доллары, в комментариях на форумах и ютубе еще находились люди, сообщающие о душевной нестабильности стримера. А идея стрима с вебкой категорически отрицалась. Виталий нашел нового героя Bloodseeker. Собственно, из стримов эта фраза и пошла в народ. Ну да, я помню это. Сейчас я буду тебя резать! Подрезал. Базара 0. Это у кого? У какого героя в артефакте? А, то Bloodseeker дали эту фразу. Я так понял, в переводе в артефакте. Окей, все. Понял. Интересно обослушать. Жакра тут примера нет. нету примера этого тактика не тоже есть тактика но него сильнее тактика если у него первый ход есть хаста то я конечно проебал получается наверно хотя мне даже за метло хуже хаста ну хаст против хаста я не проигрываю против замедла я проигрываю наверно не не проигрываю вообще в теории ничего я плачу please только без замедления ускорения и дай мне выиграть просто 6 циклопов не так много кентавров тоже немного то есть там эльфы эта проблема реальная у меня что там не было никаких замедления ускорения что мог убить эльфов тогда но если убью эльфов 107 работяг все сотрут 107 работяг ему не убить если эльфы мертвые правильно то есть единственная проблема эльфы честно нужно сделать убить эльфов и там 107 работяг все снесут вот смотрите чем и делать как не добраться до эльфов у меня замедление стоит 7 спрашивается какие мои действия и он на него и 1 ходит и снова кидает замедление и расстреливает оседов а как иначе мне надо добраться туда как-то а как иначе что делать то что делать еще нету маны из-за того что нет мана я проигрываю у меня меньше маны и поэтому я проигрываю может не стоило нападать блять вы себя не напал бы мне забрал город на следующий ход я не знаю отсутствие маны все решает замедление кидать ему нет смысла у меня будет расстреливать у меня расстреляет и что толку нет маны просто себя сам коснул за метло что толку чем lightning охуительно ну было бы у меня мало я бы выиграл от пиздец конечно моя единственная надежда была что пегаса заморалится а проебал не туманной жесть вот эта тупость если добить пегасов может будет замедление но как я их добью что делать у меня расстреляет как добить пегасов что я смог коснул замедление он подставился они я их не добью мне не дадут выиграть жесть да это жестко никак не было маны ну блять брик пегасы выигрывают игры 12 скорости не могу походить 1 и в итоге он кастует и все гига мораль жаль ну ошибка в том что нет маны надо как-то экономнее ману использовать надо пополнить ману в замке он замедление не сделал а у него нету замедления минуточку мы обеда не конец если пегасы подставятся у него же туман он сдался он мне дал деньги но не знаю не знаю мы не заплатил за сдачу мой как и теперь буду выруливать без войска а у меня была хаста стоп а а худший в мире худший даун в мире хаста ж было что у меня была хаста я бы походил первый потом хаста же снимает замедление вот это идиот я идиот забейте молчите я идиот молчите блять да пошел нахуй блять чё ты меня спамишь ладно сниму ну чё хуй он спамит если я уже проиграл игру я идиот да я идиот ну да я идиот да я что да я ошел мои лучники упали бы быстрее потому что мне меньше не в этом дело я я хасту дожму косну все короче закройтесь я знаю что идиот да я идиот первый ход под хастой я знаю да ошибка критическая идиот он напал рели а чтоб была первая скорость блять ну да опять нету скорости втф гайс втф ебать кинет за метло 12 против 12 прекрасно 6 атаки против 9 защиты то есть у ангела 29 защиты против 15 атаки эльфов ох здорово бля рафлан здорово наигрался фу я выиграл походу конец наелся плюс наигрался даже теми эльфами верхними теми может спел сделать и стрельнуть но все же он может снова откупиться кстати вот что может а теперь он стрельнет нажал время чувак нажал время нажимаешь он сдался с ахахахаха вот что теперь моя очередь пушить походу хотя блин тяжело его в город выносить ясно много эльфов но теперь точно пушу охуенно тут циклы вот тут циклы это реально охуенно лишние 30 ну чё ты думаешь блять долбоёб что он думает 2 2 единички 26 маны он думает как метод заебало если ты сделаешь масс замедление я зайду работягами вызывай элементарий или или сдавайся ты не можешь сделать замедление с 26 маны окей ты делаешь замедление но у тебя не хватает маны на вызов элементария это я не вы проигрываешь наконец-то у чего-то меня так разозлил я никогда в жизни был такой злой причем я сам виноват я не сделал ускорение на асидов сама наша первая битва если сделал ускорение на асидов эта игра бы тогда закончилась но я просто уже сгорел у меня сил нету вау это худшее что было в моей жизни наверно за последний год я в ужасе я больше даун играли то пиздец все удачи у меня минус мозг восьмер восьмер Субтитры сделал DimaTorzok Ну я хотя бы выиграл Жесть! Худшее, что было в моей жизни Ужас! Ужас! Как теперь? Я даже не знаю, как я... Я, ну, начинаю стрим-конец Мэби подрублю завтра Я не знаю, мне плохо Мне просто сейчас умру Как я должен был забирать ту концу четверку? С войском Ну, прирост на вторую неделю, как я должен забрать концу четверку? ВТФ Стрим-снайпер сразу Весело Ну да, стрим-снайпер, говорю Бездарность Неспособная ни на что Кроме как насосать Я не могу с ним стреляться Пси Несерьезно Еще его нет? Что за баг визуальный? Потому что мигает Где он? Я не вижу его Кто стреляет? Мотоциклист А, да, стрим-снайпер на мотоцикле Там двоих, типа, ну поняли стрим-снайпер, короче, на мотоцике Патронов немного У меня что-то мигает на экране постоянно Какой-то визуальный баг или что? Где я патроны найду? Где я патроны найду? ВТФ Да их двое в одной команде У меня не еду патронов Да эти боли они в одной команде Короче, не хочу играть в это говно Ну, говно и с теми снайперами В пизду Лучше внустрим Мне не интересно Ладно, все, пока После этой игры в героев я не хочу играть против читаков, которые в одной теме играют Мне не интересно это Пока Привет, дорогой зритель Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебами и грейпфрутовый сок Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!